Да, называется отдел Романов в белую футболку. Блин, вы видите, что? Солнце. Сколько слоев его загораживает. Нет, друзья, тумана в Алании нет. И тучи это быть не могут, потому что всё небо такое, вы видите? Блин. Вчера смотрел ночью, утром сегодня не посмотрел, что там с этой пыли. Факт налицо, как говорится. Блин, как оно уже надоело. Время 4.15-17 на маяк собираюсь. Худышко мой тут спит. Ночью тебя кормил в 12.10 ночью, да? Приехал и кормил тебя в 12.10. Как твои дела? Ты кушаешь нормально сегодня? Будешь кушать? Кушать будем? Пакетик. Давай пакетик. Всё, вечером, может, зайду. Думал, там солнышко светит. Думаю, помереть температуру воды на пляже у Красной башни. На маяк схожу. А тут, блин, от солнышка одни воспоминания. Да. Ну, в качестве анекдота могу рассказать коммент сегодня. Но для меня это не иначе, как анекдот. Я по-другому это не могу объяснить. Но если ласка пишет зрительница сегодня. Какая пыль в завтраке? Вы что, не видите, что небо? Небом колесят, типа, самолёты летают. А от них белые эти самые. А потом пыль нас. Ну, блин. Боже мой, как я? Как мне вас жаль, что я могу сказать вот таким людям? Боже, это ж насколько надо быть вообще? Ладно, я молчу. Потому что я знаю, среди моих подписчиков такие есть, к сожалению. Ну, жаль мне вас, жаль, что я могу сказать. Учиться надо было в школе. Туда бы знали и про небо, и про самолёты, и про всё остальное. И про пыль тоже. Вот эта группа Юз, 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 Ке... Блин, не успел прочитать. Та, которая будет 19-го числа выступать. Так, сейчас пойду расскажу. Друзья, подорожали автобусы. Я в шоке, если честно. Сейчас расскажу. Пойду на фоне автобуса. Видео отдельное сделаем. Солнце смотрю, не могу понять. Посмотрю туда, в сторону. Айлафалания, там реально облака очень низко. И облачность. Но тут вот, ну, блин. Ну, если это и есть облака, даже предположить, то они всё равно с пылью перемешивают. Ну, потому что солнце прям, видите, чётко закрыто. Так, сейчас сделаю видео про дорожание проезда. Да, сегодня реально облачность. Прям я такого давно не видел. Прям облака как будто спустились вниз. Это вообще очень выглядит интересно, конечно. Ну, про пыль я буду рассуждать, когда я увижу туда, в сторону Махмутлара. Пыль чётче смотрится на фоне Махмутлара-Газипашаду, да, на фоне моря. А на Айлафалане в основном тут сейчас это эти облака реально. Они очень низкие, их очень много. Я, кстати, прогноз не смотрел. Я даже не знаю, дождь сегодня возможен или нет. Нет, у меня не было дождя. Смотрел я прогноз, вру. И знаете, сейчас довольно свежо, кстати. Солнца нет, сейчас градусов, ну, максимум 25. Максимум. Все же я взял кофту в Рыбзах. Вчера в 12 ночи я курточку свою легкую одевал. Ходил здесь. Олень, уважаемый человек, добрый день вам. Маракуя пассифлора. Боже, я обязательно одну хотя бы съем отсюда, если её сразу не раз хватают, когда она поспеет. Авокадинки становятся крупнее. Я фиксирую с числами. Ёлки-палки. Думал, сейчас полно людей. Будет на Красной Башне. Не покажу вам, буду воду мерить. Ну, так. Не, ну, как бы мне, с одной стороны, хорошо, что солнца нигде, хоть не так жарко будет. Хожу спокойно. С другой стороны, просто для картинки. Ящик, привет. Мама, дочка, привет. Пёсик, привет. Пёсик, пёсик, привет. Пять где-то, а значит, совсем лето. Да, привет. Привет, красавица. Итак, друзья, 19 мая, большой праздник в Аланье. Вот программа написана. You, 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 They, Can. Это группа, которая будет выступать. Она будет выступать в 21.00 возле муниципалитета сзади. В 19.30 и в 20.00 будет, значит, праздничное шествие с факелами от памятника Ататюрку. И ещё что-то. Ну, в общем, концерт в 21. Салют будет или нет, честно, я не знаю. По идее, должен быть салют. Но салют обычно либо в 10, либо в 9. Да, какая-то у нас сегодня... Я не знаю, что происходит, но такого я, друзья, за 5 лет, наверное, вижу впервые. У нас есть Махмутлар, это даже район Ноба. Там всё в тум... Ну, это реально какой-то, я не знаю, туманом это можно назвать или нет. Но это как будто тучи спустились вниз. То есть что-то непонятное вообще сейчас там, где море, оно будет лучше. Это всё видно, я вам покажу. Это просто что-то нереальное. Я такого ещё, правда, не видел. И на море туда смотрю, вглубь тоже там то же самое. Тут лукум, смотрите, рекламирует. Мигрос рекламирует лукумы. Что-то у нас с рыбкой смотрим. Рыбка у нас сегодня со скидкой оливрек. Да, как раз я его покупал буквально позавчера, по-моему, по такой же цене, 180 лет. Очень много машин. Смотрите, пробка какая вообще под... Ну, это ближе к центру. Тут всегда вот эти последние... Последняя остановка. Её быстрее пройти пешком, чем доехать на автобусе до памятника от Адёрка. Смотрите, сплошная просто чуть ли не пробка. Эй, не любить хоть алутки. Привет. А здесь как чистая, возьму это. Сейчас будем смотреть на небо в сторону Махмутлара Газипаши. Жаль, нет зума. Я приблизил бы вам это чудо. Я не знаю, что происходит. Почему? Почему это? Реально, я такого не помню, сколько жил. О! Военный, что ли, корабль стоит там? Да, 19-го будет. Праздник же, возможно, да, военный он стоит, наверное. Какое-то интересное, необычное. С вертолётом тоже, нифига себе. С вертолётом. С вертолётом. Так. Где много в ресторанчике? Ну, пыль я всё равно вижу, да. Пыль, безусловно, тоже есть. Да, особенно в сторону Махмутлара Газипашин. Но есть вот невероятное, неописуемое явление. Действительно, у нас вот облака. Они ниже средины гор. Такого не должно быть. Это я не знаю, как это объяснить. Видите? Вот там пыль вижу, да. Но она всё равно перемешка с этой облачностью. Такого я вот... Реально я такого не помню. Это очень интересно. Нужно было бы, в принципе, мне померить температуру воды здесь. Ноги помыть у них. Даже крайник есть. Может, так и сделаем. Я всё равно на Красную башню пойду. Не, я туда хочу всё равно. Не буду здесь мерить. Тем более, здесь волны. Там мне проще будет зайти в воду. Чтобы меня не намочить. Здесь волны есть. Я думаю, сейчас пройти ли мне по прямой по берегу. Мне тоже придётся ноги мочить. Ну что, ради вас я это сделаю. Идём. Сейчас мне будет холодно. Что-то я зайду в море. Там будет чуть теплее. Хотя вода всё равно для меня холодная. Погнали. Горная река. Ну, а на градуса... Там может на один, на полтора, на два максимум градуса холоднее, чем море. То есть почти такая же холодная, как море. Либо почти такая же тёплая, как море, можно сказать. Рыбаки, рыбки я не вижу. Да, корабль с вертолётиком. Я хочу на него, не знаю, надо ещё раз узнать. Кто-то доказывает, что пускают, но чаще я читаю, что говорят, что пускают только по турецким паспортам, не по ленджи. Видите, из-за того, что вот такого вот нет солнца... Хотя солнце было большую часть дня. Из-за того, что сейчас нет солнца, людей нет практически на пляже у муниципалитета. Ну и там лежаки так и не поставили. Сезон ещё там не начался. Ну что, работают тут справа эти ресторажки. Ходят вот туристы по берегу, возможно, из отеля панорама. По берегу здесь кукурузка. А так людей нету на пляже, хотя время-то ещё совсем не позднее. Зелёные браслеты, я не знаю, панорама зелёная или нет. Тут уже готовятся к празднику. Сцена уже, наверное, начинает ставить, я думаю. Так, здесь я тоже не буду мерять, наверное, воду. Я пойду мерять воду в красной башне. А красный кораблик будет... Ох, кораблик мне сейчас будет видно. Пойду туда потяну, покормить. Да, я в море заходил, кстати. Сейчас я скажу, есть 24 или нет. Есть, есть, друзья. Здесь есть 24, я не удивлюсь, если 25 будет, 100%. Я же кибернетический организм, у меня в каждой клетке градусник, датчик. Честно, тут есть точно 25, в этом месте. Не факт, что на Клеопатрии будет 25, но в этом месте, да, 25 тут точно есть. В принципе, для меня хорошо, что нет солнышка сейчас. Просто немножко не такая, не такая красивая. Ну, как ее можно назвать, некрасивая. Красивая картинка, но с солнышком была по счетчику. Чуть посочнее, бы, наверное. Да, на главном пляже муниципалитета еще книжечки не выставили. Уже приехали машины, он с антеннами. Я думаю, что может будет какую-то трансляцию, телевизионные каналы делать, концерты. Скорее всего, потому что мощные стоят три станции. Исключаем тенн. Там была вода прозрачная. Здесь, ну, почти прозрачная. Немножко мотнет это. Нормальная вода здесь все. Можно было бы здесь мерить. Смотрите, какая облачность. Это красиво, обалдеть. Ну, там, там, дым есть. Махмут, Варага Жапаша, там дым есть. То есть дым, блин, это пыль. Где-то Африканское. Плажочки понавешали на площади. Видите, солнца вообще не видно. Сейчас бы оно светило, было бы минимум на 3 градуса жарче, чем есть. Но поскольку солнца практически вообще не видно, ну, как-то вот так вот. Ну, эта вся белесость, это она добавляет каких-то ощущений интересных, таких необычных, знаете. Какое у нас все. Прикольное. Люди на пляже. Нельзя сказать, что нету, есть по чуть-чуть. Смотрите, а красиво. Низкие облака, вообще, обалденные виды такие интересные. Вот, человек заходит в воду и поет. Лет радости, что она теплая. Ну, холодная она точно здесь быть не может, да. Ну, еще от радости. Идить здесь нельзя будет. 19 числа, видите, загорожено пройти. Невозможно будет только по пляжам. Можно будет пройти. Тут местных довольно много. Видите, вот, играют с мячиком. Тут сцену еще не начали строить, но я думаю, сегодня уже ночью начнут, наверное, подвезут сейчас все. Потому что уже заграждение везде поставили. Сцена будет там как раз. Все ходим, гадаем. Это реально полоса препятствий для детей, либо для животных. Ну, в частности, для собак. Потому что некоторые вещи выглядят реально... Ну, труба-то, допустим. Ну, не знаю, интересно. Вон сейчас пацаны проходят на скорость. Не, ну, по-любому не для собак, конечно. На пляже бы для собак не строили. Вот эти трубы просто. Трубы вот эти вызывают подозрения. И вот те кольца. Потому что в кольцо как бы пролезть сложно. Ребенок, если крупный в кольцо, он в это не пролезет. Но, видите, туда они мячики кидают. Вот, наверное, они правильно прошли и правильно кидают мячики в эти кольца. Ой, люди, сколько толпы ходят по набережной. Ё-моё, все. Сезон начался. Толпа народа. Просто толпы ходят. И местных, и туристов. И опять же, многие приедут с каких-то ближайших районов. Не с других провинций, а с других районов. На праздник это не одноглазка ли наша сидит? Смотрите. Сейчас пик-пик будет. Пик-пик одноглазочка. Привет. Привет. Узнала ты необычно ночью, легко узнаешь о днем. Днем ты меня давно не видел, а я тебя тоже. Привет. Привет одноглазка. Сейчас кушать. Я вовремя пришел. Я вовремя и она вовремя пришла. Боже, сколько людей. Я давно не видел так много людей здесь днем, да? Я не часто тут днем и был, но тем не менее. Тут полно людей до маленького маечка. Смело мальчик. Тебе не узналось? Привет. Вот одна похожая есть на нее. Путаю вас тоже. Привет. Узнала. Уже узнала, да? Красивая. Блин, забыл слово. Они элементарные. Какое же там слово? Да, помните инопланетный кот, который я показывал? Я нашел. Есть тип котов, они называются. Может, элементарные, но мне кажется, немножко другого слова. Блин, забыл. Простое такое слово, известное. И там коты, вот как он. У них удлиненные части тела, как у моего того инопланетного. Это вижу, его покажу. Не знаю, может быть элементарные. Я потом посмотрю, скажу это слово. Но у них там ушки. Очень высокие ушки. Такие большие, нестандартные. У него ушки вроде. Хотя, да, скорее всего, то он и есть, наверное. Но они дорогие, они порой. Это что удивляться? Я тут и британцев вижу, и кого только не вижу иногда. Правда, их да, их потом подбирают люди. Забирают себе. Путов породистых. Ну, породистых, наверное, кто-то заводит, потом выкидывает, возможно, да. Свежо немножко тут. Даже, знаете, хочется иногда, когда ветер дует, что-то накинуть даже. Ну, а так суперкомфортно. Не жарко. Гулять, конечно, хорошо. Очень много русскоязычных людей я вот отдых слышу. Ну, то есть туристов много. Знаешь, кукурузный человек. Мараба. И днем, и вечером, и ночью. О, уже язык учит. Молодец. Идет прям с каким... Добрый день, Евгений. У вас такой, это, здоровый штатив. Класс вообще. Ждем суперсъемок. Ничего себе. Не, я бы с таким штативом не ходил бы точно, друзья. Это Евгений нет зим. Ай, шутер реально замерзает. Но у меня, опять же, там те места, где футболка мокрая, они продуваются ветром. И мне, блин, холодно. Опа, даже в ресторанах полно. А тут автобусы. Ну, это автобусы все натуры на корабли. Смотрите, автобусы иностранцев. Прям толпы людей. Бау, вау. Там он все в одинаковых футболочках выдали, наверное, всем. Прикольно, прикольно. Тут вот вождь, вождь всех иностранцев с лагом стоит. Видите, чтобы они не потерялись. На нем Элвис Пресли. Шучу, на нем на самом деле кто-то нарисован. Таркан? Нет, не знаю, не вижу, он шатается. Кто-то нарисован на нем. Это европейцы. Германия, Битташон, Данкишон. Убрали, что ли, сгоревший наш? Не вижу. Я еще не дошел. Убрали, возможно, потому что кораблей много сейчас тут. Паркуется. Песик он тут новенький. Пандочка спит. Ветер, выключите ветер, он лишний. Не так хорошо, но ветер вот сильно у меня охлаждает. Он не нужнее стоит, сгоревший. Пандочка спит. Спит не будет, спит не будет, спит не будет, спит. Здесь поработает Хасан, тоже спит, наверное, где-то. Хасан, Хасан, где Хасан? Где обратно, что Наталья завтра приедет? Ну, Хасана не вижу. Наверное, внутри спит. Два военных корабля стоит, оказывается. Целых два. Поляки есть. Никогда так много автобусов, они идут в одном месте. Тут по всей сейчас набережной порта автобуса. Тут с детьми куча. Видите, детей больше, чем взрослых. Они тоже иностранцы. Иностранцы. Польша. Может, Чехия, напомню, Польша. Думаю, что очень большие заезды, наверное, в эти дни происходят. Возможно, вчера, сегодня, завтра. Наверное, очень большие заезды. Туриста в Аланье, в общем, я имею в виду. Даже сразу показать, сколько народу на башне, чтобы не упустить. А пока на маяк схожу, вдруг они все разъедутся. Вот толпы просто реально. Реально нереальные толпы. Красиво как-то. На пляже не думаю, что толпы будут, потому что свежий ветерочек. Вот кто мокрый с моря выходит, уж точно некомфортно после моря. Там белоснежных одеждах моряки стоят. Там либо уже пускают на эти корабли, я не знаю. Ух ты, какие там эти, наверное, какие-то артисты, может, будут выступать где-то на 19-е. Все в одинаковой одежде такой. Обычно танцоры так одеваются. Красиво выглядят все. Тут реально мне уже прохладно становится. Ну, они турецкие. И то иногда, когда грузинские ансамбли приезжают, они обычно всегда в одеждах таких. Это ребята турецкие. Родители, наверное, и фоткают. Смотрите, какие они все. Все стильные, красивые, одинаковые. Так, и вон кораблик F-502 и F-495. Можно будет гуглить, читать про них. Один с вертолетной площадкой, 495-й которой. Мощный. Смотрите, окей. Наверное, они где-то уже выступали сегодня. Может, в театре, может, еще где-то. Тут иностранцев, кстати, меньше. Тут сейчас в основном все турецкие. На пляже буквально несколько человек всего. Как я и сказал. Из-за того, что холодно будет после купания. Ой, пардон, пардон. Фотографируются люди. Я тут хожу. Смотрите, какая водичка. Вау. А, холодный ветер дует реально. Боже, мне же придется идти мирить. Я обещал помирить, да? Я уже что-то не уверен, что я мерить хочу. У меня уже реально тут такой, о боже, человек купается. Но в воде-то и нормально. А вот после воды будет точно холодно. Потому что еще... А, тут еще видите, что они красиво одеты. Это уже не только парни. Какой-то ансамбль, видимо. Ветер, очень сильный ветер. Тут по ощущениям градуса 22. Сейчас не больше, наверное. Все со всех сторон фоткаются. Все мешают. Не, сейчас на корабли не пускают. Они в 19-м и просто подготавливают. Видите, какая облачность везде. Вот облака, они ниже срединый город. Это вообще уникальный случай. Ну, есть немножко тут туристы, но просто тут большая делегация этих малышей в красивых одеждах. Поэтому кажется, что туристов иностранных практически нет. Поверху людей довольно много. И большая часть, думаю, что иностранные туристы по верху идут и на маяк из маяка. Так, ждем нашу черную. Я, прежде всего, пришел ее рассмотреть, что пока светлое. Могу видеть, как у нее шерсть отрастает. Потому что я вижу только ночью. Очень важно сейчас ее рассмотреть. Малышка пока не встретила. Ой, это ж тот. Я должен правой рукой вот так стать вот за него. Сказать ему «Мараба». Когда увидите кого-то, кто с ним так будет здороваться, значит, это мои зрители, друзья. Привет. Он такой большой стал, я его опять не узнал. Я его видел осенью, да, возле Кахи отеля. Все растет и растет скоро, как я, будем. Так, сейчас наше все путаю. О, сейчас я камеру засуну туда, в корабль. Если я его сейчас смогу распознать, где ее дети должны находиться. Сейчас посмотрим, что там потом будет видно. Все, не ошибаюсь, что он здесь вот. Малыши, вы там? Нет, покажите с меня кто-нибудь. Сейчас я вас не вижу, но дома будет видно. Малышня. Или вы повыходили? Не, ну не могут же они полтора месяца, им сидеть в корабле и не выходить. Ну как, у меня не укладывается это в голове. Ну там Маугли какие-то получаются. Все, они реально оттуда не выходили. Эй, там есть кто-нибудь? Надеюсь, вас там видно сейчас потом дома. Посмотрю, вас четверо должно быть, я знаю. Где ваша мама? Мама вышла куда-то, блин. Эй, женщина, мать, четырех детей, деды. Уходи, пакетик открою. Это кто там идет? Тонкие белые ножки. Так, мы еще раз заглянем отсюда. Малышня, а вы там? Или вас там нет? А тут кто идет? А кто это? Ну, вообще, Катюнь, я тебя вообще не знаю. А кто ты? Вообще, не знаю, я тебя какой-то взял, если не знаю. Так, а здесь черная. Где-то в поисках пищи, наверное, ходит. Раз не вышло. Где наш Ушкин? Катюнь. Что там люди фоткают, не пойму. Что там все смотрят и фоткают. А что там может быть интересно? Мне интересно стало. О, блин. Пойдем посмотрим. Там что-то все останавливаются, телефоны достают и фоткают. О, и что там может происходить? Связанное с котами, что ли? Может, там наши коты фопозируют все вместе. Странно, ничего не вижу. Куда у нас все смотрели? Фух. 495-й с караэтим с вертолетиком. Вроде бы. Не пойму, куда они смотрят. А, там он бегает, кошка. Слушайте, точно это она сейчас окажется. Это ее котята. Ёпарс это. Вот они. Спасибо, ребята, благодаря вам я их увидел. Боже, они все черные. Привет. Привет. Да, наконец-то я их увидел. Да. А ты их позовешь, может, как-то? Да, да, да. Вон они все. Я что, все четыре, все черные, что ли? Малышка. Малышка. Диана, ты уже красивее выглядишь. Да. Простанешь уже. Да, да, да. Вижу, вижу. Да. Ты пакетик бросишь. Так они же тоже есть хотят. Они в камнях, а я их там в лодке искал. Подожди, пока они не смылись, хоть их показать. Потому что это же вообще первый раз за полтора или за два месяца. Они едят у тебя уже или нет? Все черные. Я в шоке, блин. Ну, трое я видел. А где четвертый? Еще четвертый вроде должен. Да, да, так и знал, что ты позируешь тут. Сейчас, сейчас, зови их. Не хорми только. Боже, они, может, вообще первую еду едят. Друзья, идите все сюда с пакетиками. Вон четвертый выглядывает. Да. Трое черных и один. Боже, Натали, ты как чувствовала? Ты сегодня сказала, я завтра приеду, и мы малых найдем и будем кормить. А они нашлись сегодня. Смотрите, вон четвертый под камень. Черненький. Тот кушает, этот кушает. Боже, ребята, дешевле у нас столько еды набраться. Е-порш, ты. Четверо, четверо в нашем семействе пополнения. Она голодная. Ой, все черные. Аня, Инна, все, кто ее любит. Друзья, я думаю, вы в шоке, как и ее. Джо, мать героиня, ты, наконец-то. Наконец-то презентация. Малыш, привет. Презентация состоялась, блин. Да что ж ты его объедаешь? Иди сюда, я сейчас еще дам. Е-мое. На, на, вон кучка у тебя еще лежит. Иди сюда. Иди, ешь, ешь. Прикольно, вообще, обалдеть. Просто, смотрите, какая прелесть. Маленькая прелесть какая, да? Кушай, кушай, не бойся. Боже, ты мать героиня, тебе медаль надо дать. Малыш, привет. Малыш, он выглядывает. Привет, малыш. Выходи, а то голодный больше. Ай, блин, все. Себя. Ой, не бойся. Ой, ай. Выходи, малыш. Все, черного понравилось. Так песик лежит. Больно, блин, осторожно. Надо одеться, а тут ведь так холодное сейчас дое. Это меня так хотелось с ними познакомить. Да, ты месяц уже меня встречаешь и рассказываешь. У меня есть дети. Ну, не могла их показать. Идем, идем, пойдем. Смотри, вон они кушать хотя. Как им насыпать, чтобы они не боялись. Он четвертый вылез. Он прикольный такой медвежонок. Блин, класс. Я вообще в шоке, люди. Ой, красавчик, привет. Малышка. Ты мать-героиня. Да. Блин. Я в восторге. Блин, тут и три пакета мало будет, друзья. Я ж не смогу каждый день вам по три, по четыре пакета носить. Ее, ехать. Вот это. Натали, I need help. Люди, кто здесь, пожалуйста, покупайте мягкие пакеты, приходите. Они сейчас, я думаю, шесть пакетов, я помню, дал. Они бы шесть пакетов съели. Видите, что ты говоришь? Так это двое едят, и она. А двое сидят, они боятся. Хорошо еще, как чувствую, опять, по-моему, пакетов с собой взял. Как обычно, я худома беру, и один про запас, может быть, два всего взял. Сейчас третий пакет буду открывать. Вышли уже все. Боже, тот с банки какой-то что-то вылизывает голову в банку за соль. Молодецкая, какая что-то умничка. Дюа, все будет хорошо, ты здоровая, счастливая, у тебя детей сколько. Молодец. Ты умничка. Да. Дюа. Да, я даже отдельное видео сделаю, наверное. А может и не отдельное, не знаю, подумаю. Дюа моя красавица. Да, завтра Натали приедет, будет тебя кормить с мамой ходить. Ой, красавцы, сейчас еще вам дам, еще дам сейчас. Да, да. Ты благодаришь, да? Да. Ты обычно тревожно всегда мяукаешь, сейчас она счастлива, что они кушают, что я их увидел. Ребят, ну вы, в принципе, скоро будете сухой корм есть. Надо им принести безлактозный йогурт. Друзья, молоко безлактозное, пожалуйста, обычное не несите, от него могут быть проблемы. Не факт, что будут, но могут быть. Безлактозное, лактозсус написано, лактозсус, и йогурт тоже, лактозсус. И холодное не несите с холодильника, ни в коем случае. Приносите йогурт, я думаю, что они будут. Снял отдельное видео, оно уже на канале. Боже, как я счастлив за ним. Вот смотрите, вот эти процедуры начинаются, необычных голубей загоняют, видите? Иногда он включает дрель, на дреле крутится такая деревяшка. Сейчас он флагом машет, видите? Друзья, я не смогу померить температуру воды, вот, вверх, холодно. Реально холодно стало, во-вторых я. Ну, я уже, это, время, время мне надо дойти на Пятничный рынок. Я, наверное, не дойду сейчас и до Маячка, возможно, даже, тем более, там собака ходит, там и Ушкин, и Маячок, они где-то попрячутся сейчас. Долго я буду звать до Маяка, еще далеко идти. Побегу на Пятничный рынок, а то Таня будет ругаться. Все, Маячок, прости, что я не дошел, но... После рынка я уже тоже не пойду сюда, конечно. Ну, Маячка там рыбкой накормит, ничего, не переживая за них. Главное, что я малых, малых накормил. Ну, видите, солнце там. Даже он маленький намек на солнце, его нету. То есть оно есть, но оно за тысячами пеленами непонятного этого всего. Вопросик, ты умничка. Да, да, она говорит, спасибо, я знаю. Всем пока, пока. Ты, наконец-то, умиротворенная, спокойная. Все, занимайся им, и я пошел. Накормите четвертого, вытащи его, накорми, потому что он, бедный, сидит в камнях и не выходит. До сих пор. Продолжение следует... За воду забыл, сейчас я им воды налью, точно. Покажи им, как воду пьют, может, самим они не могут без воды? Покажи им, что воду, этот малой наился, который лучше всех ел, умывается, довольный сидит. Красавчик, уже умываться умеет, видишь? Уже умеет умываться. Где он? Вот, водичка у меня мухается. Мухает, мухает, хорошо. Умничка ты, все, пока. Молодец. Мерять буду успели. Красивоглазый. А вот бандит этот, который чуть не убил ушки на нашем. Бандит-гастролер тоже прописался здесь. Иду так и мерять воду. Смотрите, что это происходит. Тут еще веселее, костюмы еще красивее стали. А, тут ребята-музыканты. Подтанцовка такая у них. Они что, они прямо здесь выступать будут? Они денег накидали, ребята, молодцы. Я пошел в воду в мире. Их очень много, они по-разному одеты. Наверное, сегодня в театре что-то проходило, я думаю, типа выпускного, потому что подтягиваются уже в других одеждах. Они, наверное, все и выступали. А, это посвящение, наверное, как бакалавры посвящают в университете. Это, наверное, первая степень. Начальные классы, наверное, закончили, скорее всего, 3 года образованием. Шапочки он одевает. И они, наверное, будут что-то такое. Какое-то посвящение будет. Ну, в общем, что-то здесь, видимо, будет происходить прямо здесь, наверное. Видите, их всех одевают. Либо просто здесь у них фотосессия будет, возможно. Ласточки или стрижи? Кто это? Неужели ласточки? Ой, блин, прям фазирует, не летает. Смотрите. Стрижи и хвосты, блин. Неужели ласточки? Видите, тут у них происходит. Тут уже старшие, видите? Тоже какие-то посвящения школьные. Там малышня, блин, интересно было бы посмотреть, но некогда. А, нет, это репетиция, друзья. Это репетиция парада, которая будет 19 мая. И у малышей тоже это репетиция парада будет, наверное. Ну, это оркестр, барабанщики, видите? Кто шагает дружно в ряд, пионерский наш отряд. Дум-ту-ду-ду-дум, дум-ту-ду-ду-дум. Блин, частушки забыл, одесские вот эти вот на такой мотив. Пионерские одесские частушки. Я с ними марширую прям. Насчет проверки документов. Значит, смотрите, еще месяц назад была ситуация, что идет иностранец. У него даже впервые турецких граждан проверяли документы. Сейчас у иностранцев, особенно в туристических местах, стараются уже проверять меньше. Видимо, был указ не беспокоить уже много отдыхающих. Я думаю, что самое место, где с большей вероятностью могут проверить документы у иностранцев, это возле памятника Ататюрку. Поскольку там работает патруль, который именно... Ну, он больше ищет нелегалов, преступников, то есть именно такая у него задача. А так вот вообще... Ну, все равно носите с собой что-нибудь, носите. Хотя бы копию паспорта, ваучера туристического, фотку ваучера, фотку паспорта в телефоне в своем. В общем, что-нибудь, чтобы не терять время. Показали, и все, вас поблагодарили, и вы время не теряете. Так, будет ли фонтанная, интересно? Не вижу фонтанного, не вижу. Блин, снял кофту, короче, а оно это... Без нее холодно, в ней жарко. Как-то так, у мое. Фонтанную никого не вижу. Блин, еще уяр. Смотри, самокатная сейчас появится. Наталья, это к твоему приезду все, все. Вчера фонтанная появилась на месте. Сегодня черная сделала презентацию. Вот, эту котюлю давно не видел. Он сидит красиво. Она ее кормит в магазинах. Мою еду тоже любят. Ох ты, ёппер, СТ. Куда же ты делаешь, что, а? Капец, перебежала на машину. Причем она не смотрела. Хорошо, что водитель адекватный был. Просто не смотрела на машину влево вообще. Боже мой, ну как так можно? Живешь возле дороги, она же должна уже понимать. Он еще велописедисты едет тоже мимо машин. Два малые. Смотрите, сколько пробежник какой из машин. Сейчас очень загружены эти два дня будут следующие в Алании. Потому что они праздничные, много турецких людей приезжают сюда. Много туристов иностранных, много всех. Эти два дня будут загружены и перегружены. Не видно самокат, но, к сожалению. Тесла. Полно иностранцев по улице, а тут турка очень много. И в магазине очень много людей, то ощущается. Иностранных в основном. Эх, нет, это моё. Спасибо за сопровождение. Привет. К шахину мы выходим. Переодел футболку. Уже ношу с собой вторую майку. Потому что спина когда мокрая, мне вечером потом холодно. Потом с почками, блин, проблемы. Вот так. Теперь я высохший. Сухой. Теперь мне холодно не будет. Тем более, что к вечеру теплеем всё. Без кофтами. Шахин вас ждёт здесь, друзья. Шахин. Вон он, Шахин. Хонархан. Папарацци. Папарацци. Хорошо. Чокгузель. Так, мы идём. Сейчас не могу. Спешу. Идём мы. Таня меня ждёт. У нас совместный сегодня поход по пятничному рынку. Статья на совместный поход. О, привет. 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 Побежал на рынок. Завтра приду к вам. Ильяс там? Да. Тут привет ему. Завтра подойдём. Да. Привет. Бегу, а то я опаздываю. Таня меня ждёт. Я в шесть обещал быть. Блин, 25 минут седьмой. О, даже к Тане в магазин я опаздываю. Это жесть. Это там сейчас уже рынка не будет, блин. Не, надо мошмула, брокколи, морковка. Ну, ещё что-нибудь по ситуации. Там у мэра всегда зовите второй, наверное, я не знаю. Здесь Мурат у нас. Привет. Привет, как дела? Хорошо. Сегодня были? У нас сегодня один. Один. Приходите, Мурат, вас ждёт. Так, мы побежали. Чёрт, Даша. Классно, я прошёлся с барабанщиком. Жаль, они не увидели, как я шёл в сопровождении. Сейчас было так, мы с барабанной дробью прям колонной бы сюда. Если бы дошли, было бы вообще круто. Вот, вот он, вот он. Его зовут Вулкан, привет. Это Омэр из аптеки. Твой напарник не делает скидки, ты ему скажи. Напарник твой, друг твой. Объяснимо, что когда приходят, его нет, там второй человек. И он не делает скидки. Я вас уже показываю. Вулкан, скажи ему, что он понял, что когда его друг или папа, или кто там, он не делает скидки никакие. Когда его нету, чтоб тот человек тоже делал скидки. Привет. Скажешь ему, хорошо? Да? Я сейчас шёл с барабанной дробью сюда, короче, с флагами, с барабанами в колонне прям, но они свернули, не дошли сюда. Так меня... Понял, когда люди ко мне приходят, там второй твой напарник, как сказать, друг. Омэр, Омэр, Омэр лучше. А, да, потому что вот требуйте его, требуйте его, алибаба. Да. Омэр где? Потому что он делает скидки, делает подарки, а напарник не делает подарки. Да, подарок, алибаба. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Таня, привет. Таня, я на полчаса позвал. У меня там кошка вот та, которая чёрная, она четверых родила. Да, мы их искали полтора месяца. Сегодня она устроила презентацию, поэтому я опоздал, они есть хотят все-то. Че-то трое чёрных, можешь себе представить? Так, а вот Ане тут корм закончился. Где наша чёрная сейчас прибежит тоже, наверное. Так, здесь, короче, ну это ж надо, я пришёл вот именно, вот я только пришёл. Да. Причём опоздал на полчаса. И тут у нас... А как тебя зовут? Привет, ещё раз. Алихан. Да. Ты племянник Димаша. Значит, мой друг. Тебя как зовут? Привет. Меня зовут Ильдар. Очень приятно. Ты тоже, мой друг. Тебя как зовут? Таймасик. Маленький совсем. Привет. За пять. Мама Димаша тоже не хотела сниматься. Это Таня. С Таней я тоже познакомился второй. Сегодня мы подобрали красивые. Кроссовки подобрали красивые. Угонные? Алихана можно одеть. Да, всех можно одеть. И самого маленького. Да, самого маленького тоже можно обрати. Азган, да, конечно, есть. Обязательно. Любого. Да. Если сам Ромка пришел, значит, будет... Всех оденет и сселит. Добрый... Добрая ли баба, короче. Да, Таня? Да, Таня? Рассказывайте что-нибудь. Вас снимать можно? Разрешили? Можете рассказывать что-нибудь? Рома! Скажи на своем языке всем привет из Алании. Можешь? Нет. Не можно? Да. Димаш может? Да. Можешь. Ладно, он потом сказал. Да. Вот моя смаха. Очень приятно. А Казахстан можно на русском? На всех можно. У меня Казахстан очень много смотрит. Класс, что мы с Тупкейлиппу, кейлиппу, дробджермыс, ведь он аматор. Берни с Алием. Расскажите им, как вода в море? Вода классная. Я сегодня мерил пока что. Вода вообще классная. Да? Ты купаешься, да? В мысне вообще классно купать. Молодцы. А для меня еще холодно. Все красиво. Все прямо сфачено. Все прямо хорошо. Вот как нас много внутри там сегодня. Ча дашь контура. Без покупки не остается никто. Подвергите на видео. Да, да, да. Чуть ниже камеру. Все счастливы. Ну и чуть ниже. Так, чуть ниже. Скажите что-нибудь. Пузыр. Ура. Я люблю пузыр. Мороба. Миша, у него обычно к вечеру всегда. А, я вот видел его по видео. Так что когда-нибудь может приедете покушаете. Видишь, оно все к вечеру заканчивается. Завтра уже все будет свежее. Да, приходить. Почему надо приходить на рынок до 7 часов, на пятничное. Потому что он колонна въезжает. Вы там уже не сможете ходить. по 8-го. Хотя многие еще как бы торгуют, но складываются. И дышать тут нечем сразу, как они начинают ездить. Таня бросила меня на рынке, понимаешь. Бросили меня. Там я ж наоба брокколи найти. Любимая, я здесь. Вот она, Таня. Черные меня обожают. И я их тоже. Она Али боится. Я тебе еды принес свежей. Али говорит, я не боюсь. Ты не боишься. Сегодня черепашка явилась опять. Они воды не поставили. Я так и знал, что она в магазин ходила. А Бим тут далеко с дешевой водой. Она 2 недели ходила. А, 3 дня назад вернулась. Катюля, что Таня пропала, пошла. А она где-то здесь живет, вот черепахая какая-то? Ну, наверное. Но ее, видишь, ее ж не было. Ее не было недели две, да? Мам, я дичьку пьет, наша мальчика. Саня, она пришла с едой. Саня, мы едем, мы едем. Красавица. Привет, привет. Привет, как ты на бегемотика моего похожа? А, там у меня еще есть. Да? А, это Зайнап давала, одноглазая тут какая-то еще приходила. Зайнапа я кормила. Что, пошли делать как-то, что купили? Пошли. Багира, она сидит, как чай пить хочет со всеми в обществе. Багира. Тебе надо с моим бегемотиком познакомить и с маячковой черной. Жаль, на машине нельзя бы всех собрал бы. Поставил бы вместе всех своих черных. Самые трендовые посадушки только в чай, да? Не могу передать, насколько устал. Я пришел с рынка, все припер, еще в магазин зашел. Но иду кормить еще бегемота и беззвучного. Потому что я их не видел два или три дня. Еще на час. Терпение набрался, сил. Ну, что. Полезно? Ходить полезно. Здесь, правда, хочется на кусочек сыра. Игорь, спасибо. Вашего сыра сейчас кусочек выхватил. И чуть голос забил. И погнал. Надеюсь, они будут. Я не зря иду. Беззвучный бегемотик. И по пути там еще у меня куча котов. У меня сегодня трэш расход вообще. Больше двух кило сухого корма. И шесть или семь пакетиков. В общем, за день это шок, конечно. За семь пакетиков можно было в ресторан сходить. Мягкой еды, я имею в виду, кошачьи семь пакетиков. Все, покажу вам беззвучного. Может, там, где бегемотика, там темно. Такой сегодня день. Я на позитиве, потому что черное презентовало малых на маяке. Я просто счастлив. Я бы ей вот такой букет цветов подарил бы с радостью. Если бы она могла их взять лапками. Пришел даже не столько ради бегемотики, сколько ради беззвучного. Ладно, пойду к бегемотикам. Схожу пока. Беззвучного нету. Звал пока нету. Хотя он может быть и тут в магазине. Сейчас еще попробую его поискать. Время у нас без 10.10 уже закрывается. Последний магазин, который до 10 работает здесь. Иммигрессы тоже до 10. Сейчас не до 11.10, до 10. По-моему, все, я не знаю. Беззвучный. Ну, где же ты, а? Ладно, идем бегемотика пока. И тут еще это шок. Катюня, которая часто тоже. Тоже я не видел уже почти неделю, наверное. Нет, тут не каждый день сейчас бывает. Очень тепло, друзья. Я одел кофту расстегнутая. Очень тепло. То есть, реально стало сейчас теплее, чем было, чем было, когда было солнце еще. После заката было вообще холодно. Сейчас вообще тепло даже. Кофта мне это мешает даже. Сейчас опять футболка будет мокрость. Потому что я иду, а никого нету, блин. Хотя, ну и все расходятся с закрытиями магазина. Хотя, ну и все расходятся. Бегемотик, надеюсь, ты выйдешь. Бегемотушка. Бегемотушка. Бегемотик. Иди сюда. Так, это рыжий летит. Бегемотик, а ты где? Пока не вижу. Бегемотик. Бегемотушка, выходи. Два дня, так не было. Три-три дня, даже не знаю. Кс-кс-кс-кс-кс. Бегемотик. Бегемотик. Дежуля, где твой друг Бегемотик? Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Вот она. Вот она, привет. Привет, Бегемотик, привет. Привет, друзья. Ну, пойдемте поделю пакетик. Бегемотик не ест, она сухой еду. 2 пепетания у бегемотика, да, бегемотик? Так, сходятся, сходятся здесь. У меня лимит. У меня столько ушло, что, ребят, один пакетик на всех. Иди сюда, бегемотик. Мигрос сидит. Ну, кто тебя еще покормит? Все, ничего не выкрасывается в один. Привет. Кушать будем? Да? Да. Полуслоник у меня через день бывает тоже. Она почти как наш слоник, только чуть поменьше. Тоже поздоровая сказала. Да, да, я полуслоник. Тоже толстая, самая большая толстая. Из черных, самая толстая черная кошка, которую я знал. Ну, беззвучного не было сейчас, к сожалению. Насыпала мой еды, там он может ночью появится. Зато полуслоник встретилась. Я? Куши. Смотрите. Пушистый хвост, появись. Привет. Привет, пушистый хвост. Тебя тоже породили. О, сегодня вы обе здесь. Привет, сеструхи. Привет, пушистые хвосты. И эта самая злая, она всегда вас разгоняет, да? Самая голодная. Но у нее нет пушистого хвоста, поэтому она вам завидует. Да? Ну, нельзя прогулялись. Смотрите сейчас. Сейчас будем слушать все. Да? А, ну и как вы красиво все смотрите втроем. Ну, вообще просто. Ну, так, как по очереди как-то давать. Не деритесь только. Смотри. На, кис-ки-ки. На, иди сюда. Подожди, иди сюда, а то ты огонь. Самая умная, иди сюда. О, ты самая умная оказалась. Нет. Сеструхи. И сегодня вы молодцы, никто никого не разменяет. Все осталось для придомового котика. Уж это совсем мало осталось. Все, пока. Спокойной ночи всем. Друзья, и вам спокойной ночи. Мира, добра, позитива. Будьте людьми, помогайте кошкам. Кому что-то не нравится, дверь слева и справа. Отписались, забыли и не заходите. Пока. Мяу никто не скажет, да? Ну ладно.